Всем привет! Это программа «Хоккейный вечер». Сергей Федотов, Владимир Дегтярев. Как всегда, говорим о хоккее, делаем прогнозы. Второй раунд стартовал. Знаете, так интересно получилось. Уже прошел матч второго раунда, после этого закончился у нас с вами первый раунд. А вот как раз я предлагаю, наверное, с этого матча и начнем. Я имею в виду матчи между командами Бостон и Торонто. Матч, в котором, по сути, решалась судьба, кто идет во второй раунд. Плей-офф. Сереж, привет. Я всех приветствую. На самом деле, ответ на вопрос, почему НХЛ пошло на то, что еще не завершился первый, а уже начинается второй, это рейтинги. Все очень банально, просто рейтинги выходного дня, они просто взлетают. Это просмотр матча Кубка Стэнли в огромном количестве. И вообще, ESPN именно в этом плей-офф необыкновенно довольна, подписанным этим огромным контрактом. Потому что по сравнению с плей-офф даже прошлого года, рейтинги общие за первый раунд выше на целых 14%. Это приличные цифры. Самые большие рейтинги просмотра по кабельному, вот здесь я сделаю акцент, по кабельному телевидению с 1997 года. И пятая игра, вот перед программой Володя говорил, пятая игра серии Vegas Dallas побила рекорд за все время существования НХЛ в варианте кабельного телевидения. Ну а если в общем самая просматривая серия, то есть по первым матчам была это Рейджерс Вашингтон, ты не поверишь. Хотя это, наверное, логично. Логично, даже у нас болельщики голосовали Рейджерс Вашингтон и Флорида Тампа. Вот две пары, которые у нас были самые просматриванные. На самом деле, я тебе скажу, Флорида Тампа, рейтинги были, ну, такие средние. Я предполагал, что будут выше. И, ну, уже к концу серии, и вот мы как раз подходим, очень поднялись рейтинги просмотра Бостон-Торонто. Что для меня удивительно, мне казалось, для меня, например, честно, Бостон-Торонто, это было самое интересное, вот лично мне, Бостон-Торонто, мне прям, ну, команда оригинальной шестерки, вот та история того противостояния еще, да, когда это вот только они начинали. Есть такой маленький нюанс. Там все-таки канадская команда. Это тоже имеет значение. Да, поэтому, ну, вот, наверное, ожидание того, что если вот ты прям фанат НХЛ, все, что ты объясняешь, логично. Но учитывая, что вот эти рейтинги, они в основном именно просмотров официальных вещателей, официальный ESPN у канадцев, там, свои каналы, свои договора, поэтому тут тоже я делаю акцент, это имеется в виду все-таки телевизионные рейтинги в Соединенных Штатах Америки. То есть, ну, вот, в принципе, с точки зрения просмотра и интереса, он высокий, и, если говорить про телевидение, все их устраивает. Ну, а седьмая игра Торонто-Бостон, это, я даже не знаю, тут можно что угодно. Ты знаешь, мне понравилось, высказанное перед седьмой игрой, что это тот случай, когда Торонто может убить дракона. Ну, это известный фильм, и наш советский, да, убить дракона. По сути, они были близки к этому. Да, убить его, что называется, в себе, и я, конечно, не соглашусь относительно того, что... Ты сейчас про Брюса Ли еще. У них же там тоже остров дракона вот этот был. Не-не, но убить дракона это вообще такой... Я понял, я понял. Разилогизм устойчивый. Да-да-да, я понял. Убить дракона это некую в себе черту, которая тебе мешает, там, условно, жить. Вот у Торонто это... Перейти эту черту, наконец-то. Да, они вроде как перешли в прошлом году, да, преодолев впервые, там, почти за 20 лет первый раунд. Но, на самом деле, видите, это оказалось только вспышечкой. А если попадается Бостон, то это вообще непреодолимая черта с 50. В общем-то, сейчас в Торонто, как это обычно бывает, условно говорю, все горит, все пылает, все друг друга обвиняют в чем-то, но два главных объекта этой ненависти, в первую очередь, болельщиков, Митч Марнер и Илья Самсонов. Попал под раздачу. Мы вот с Володей обменялись мнением при просмотре седьмого матча на льду Тиди Гардена. Ну, то есть, это не мы смотрели на льду Тиди Гардена, мы в своих квартирах смотрели. Вот когда Торонто сделали 1-0, у меня было четкое такое ощущение, знаете, прям сложилась картинка. Вот и все, и они, наконец-то, пройдут Бостон. Но получилось так, как получилось. Да, действительно, на самом деле, мы как раз и говорили про это. Мне казалось, сейчас Бостон начнет раскрываться, и Торонто, за счет вот того, что есть тот же Митч Марнер, там, Нюландер, Мэтьюс в седьмом матче появился. Ты пойми, сейчас Митч Марнер немножко ругательное слово. Я понимаю, я понимаю. Что ты материшься в эфире? Я есть кому, да. И в то же время Бостон настолько быстро успел отыграться. Ну, по сути, вот как в первом матче второго раунда. Флорида первое забрасывает, а Бостон-то достаточно быстро отыгрывается. Там минуты семь секунд проходит, и Бостон что-то сравнивает. Но об этом мы еще сейчас поговорим, и вот как раз эту серию закончим. Причем, знаете, как интересно, Сергей вот сейчас правильно уже так забросил туда удочки, сказав, что что-то грандиозное намечается. Я думаю, что нас ждут достаточно серьезные и большие перестановки. Потому что, во-первых, совет директоров, который сейчас вот состоится, единственное, перенесли его с четверга на пятницу. Уж никто никому не объявлял, по каким причинам. Но перенесли, потому что... Совет директоров, владельцев Торонто Мэппл. Да-да-да-да, там будет очень достаточно серьезный, сказали, разговор будет самый серьезный. Я думаю, тут не только... Да, Шелдон Киф в этой истории, знаешь, как пешка. Потому что все будет решаться там еще выше. Я имею в виду Брэндон Шенахан. А я предположу, что он будет отправлен в отставку. Киф? Нет, Брэндон Шенахан. А, вот, я про него и хотел сказать, что... У меня такое ощущение, что Шенахан все, заканчивает свою карьеру, так скажем, в Торонто. Не знаю, где-то он появится еще или нет. Да, соответственно, автоматом и Киф, и это 100%. Я думаю, что этот вопрос, наверное, к главному... Я бы даже не тот, что Митч Марнар, там, Самсонов. Вот ты в прошлой программе все правильно сказал. Шелдон Киф, ну, это в первую очередь тренерское поражение. И вот то, что вот они сейчас не прошли во второй раунд, можно говорить, и игроки, да, ну, понятное дело, игроки же выполняют то задание на льду, которое дает им тренер. Понятное дело, Самсонову, ну, какое задание ему дашь? Только ловить шайбу, ловить и отбивать, да? Но то, что ты там тактически как-то строишь игру своей команды, я уж не знаю, да, там какие-то новинки, может быть, что-то хочешь использовать, как-то прочитать там, я не знаю, соперника, ну, что-то сделать, но в итоге этого ничего не происходит. То есть вот, ну, уперлись вот в эту стену под названием Бостон Брюинс. Ну, и все, да, вроде отыгрались с 1-3. И вот седьмой матч, ну, действительно были близки. И мне казалось, что, ну, все, наконец-таки, думаю, ну, Торонто наконец-таки проходит этот злосчастный Бостон, и наконец-то идут там во второй раунд. Ты знаешь, я так заочно готов поспорить, смотрел программу, то есть программ тоже у нас хватает, там, и в YouTube-сегменте про национальную хоккейную игру со своим большим другом Андреем Васильевичем Николичем, который сказал, ну, а что вот вы наезжаете на Торонто, там, на Шелдона Кифа, ну, вот в сезоне же они здорово играли, здорово, красивый хоккей, красивый. И результата добились достаточно уверенно, зашли в плов. Вот не согрошусь я, Андрей Васильевич. Вопрос-то в том, что, конечно, вопрос ведь даже не в том, что Киф плохой тренер. Он хороший тренер. Вот то, что Володь сейчас сказал, там, тактика, стратегия, комплектование, звенья, все это нормально. Но вопрос ключевой в том, что Шелдон Киф с точки зрения вот главного тренера, который создает вот эту атмосферу, вот это настраивание, он, конечно, вот эти все видео, наверное, вы тоже наблюдали перед игрой, что он говорит слова, но вот нету той основательности, особенно на фоне того, как выглядит Бостон. Монгомери, вот настолько их выдрессировал. У них, вот знаете, иногда, я, опять же, в свежее впечатление сегодняшней ночи, они как роботы в какой-то степени, в хорошем смысле этого слова. Пошел человек бороться на лицевой борт. Сразу там крайний нападающий на дальнем борту уже открывается. Все по заданию. Видно, что каждый знает свою роль. В этой команде в обороне или в атаке, как в средней зоне действует. Это не всегда получается, потому что это хоккей, это быстрая игра. Кто-то допускает ошибки, но, в принципе, абсолютно видна тренерская рука. Потому что так, как этот Оронс с таким подбором исполнителей всю серию сыграли в большинстве, ну, это разве не к Шелдону, Кифу, его помощникам вопрос. Кстати, у него за большинство отвечает кто? Гебуша. Тоже такой легендарный человек. Помните, если вы не так давно смотрите НХЛ, просто, скажем так, загуглите и посмотрите, как Гебуша, будучи главным тренером Тампы, пытался завершить определенную революцию в хоккее. И чем это закончилось? В Ютьюбе вот этот ролик, они, по-моему, в Филадельфии играют, да? Гебуша, когда Филадельфия, ну, просто не атакует и катается там в средней зоне, там миллионные просмотры, да. Ну, и закончилось. Вот Гебуша ставит большинство. Регулярный сезон одно. То есть я бы все-таки это прямо разделял. Вот команда хорошая, Киф неплохой тренер. Возможно, он найдет себе где-то место. Но история этого Торонто Мэнс, я бы сказал, такой глобальный проект Maple Leafs под руководством президента Брэндона Шеннахана, Шелдон Киф, вот эта четверка, ну, и Морган Райли как пятый игрок. На мой взгляд, она заканчивается, и менять надо очень многое. И причем не факт, что это принесет какие-то изменения, принесут какой-то позитивный результат. Но вопрос в том, что то, что мы в последние годы видим, оно просто не работает. Не работает. А если не работает, надо что-то менять. Ну, в общем, не жаль. Некоторые успевают поменять тренера даже в течение там нескольких лет. Абсолютно. Причем, знаете, если отталкиваться от Бостона, то по ходу этой серии были матчи, были периоды. То есть вопросов к Бостону были. То есть вот мы говорим про то, что там реализация большинства у Торонто была ужасная. Но это не то, что там, вот я сказал, как команда, которая прям действует по заданию, сбалансированная. Но видно, что это не Бостон даже прошлого года. Но посмотрим, как будет серия с Флоридой. По первой игре, опять же, они удивили. Они прям удивили. Хотя тут скорее, наверное, вопросы к Пантеровске. А вот давай прям сразу на эту серию переходим. Свежи впечатления. Да, потому как действительно получилось достаточно интересно. Причем, я бы даже сказал, неожиданно. При этом, ну вот, мы, по-моему, накануне, мы вчера с тобой разговаривали про эту серию. И я сказал, что очень многое здесь будет зависеть у Бостона не только, да, от полевых. Ну, банально. Банально? Ну, банально, да. Но очень многое еще будет зависеть от игры Джереми Свеймана, вратаря Бостона. И сегодня Джереми Свейман, ну, реально, 38 бросков игрок вратаря отразил. Потом. Посмотрите, кто сегодня у Бостона забрасывал шайбу. Ну, это же тоже, да, такой показательный момент. Да, там Павел Заха сделал две голевые передачи. То есть центральный нападающий. Но, опять же, посмотрите, сегодня кто забросил. Защитник, да, Брэндон Карл забросил. Хорошо. Лорей сегодня отличился. Вообще свою первую шайбу забросил, кстати. Ну, это вообще молодой парень. Еще один. Это прямо открытие. То есть, в принципе. Да, еще один защитник, кстати. Это показательно, что и в серии с Торонто не всегда, но во многих матчах Лорей играет с главным защитником Бостона Брюнс. То есть у них-то как бы изначально пара Линхольм и Маковой, да. А вот этот Лорей играет с Маковой. И тут по этой первой игре, знаете, оно тоже часто пользуется таким объяснением. Вот эта недельная пауза Флориды. Но вот прям вспоминается легендарный наш фильм «Свадьба в Малиновке». А не засиделись ли хлопцы в седлах? Вот прямо. Подзасиделись. Да, Мариса подзасиделись. Потому что то количество... Вот, кстати, я здесь сделаю, скажем так, отсылку к посту Андрюха Менга, моего телеграм-канала, который... Вот я, что называется, подписываюсь, полностью согласен с его оценкой того, что видели. То есть количество ошибок. Это главное, на что бы я брал тебе внимание, со стороны игроков Флориды. Потому что все-таки в королевстве Мариса, ну, это, в принципе, происходит нечасто. Я бы сказал, даже редко. Но сегодня нашибались. Экблот, это... Экблот, это вообще катастрофа сегодня была целая. Айрон, прекрати. Он сегодня столько, сколько? Ну, как минимум, две-то точно он привез? Две. А еще сколько там, знаешь, вот эти выходы из зоны, вот эти какие-то передачи непонятные. Ну, то есть вот Экблот, это прям сегодня, знаешь, как такая вывеска. Как не надо играть за защитником хоккей. При том, что Флорида открыла счет, во многом, благодаря вот тому давлению, фирменному давлению, ошибку совершил Маковой на лицевом борту. Именно у него прям плохая была передача. Он ее почти не глядя делал. Перехват и Мэтью Ткачак с шикарным кистимым броском. Ну, это один бросок. Кстати, он установил, ну, такой какой-то там один из рекордов по количеству шайб подряд. Потому что у него набраны очки во всех матчах серии Стампа. И сегодня вот единственная шайба тоже от Мэтью Ткачака. Ну, мы про Флориду вроде как все знаем. Но в данном случае я поставил вообще прогноз мой 4-1 на Флориду. Я вам скажу даже больше. Вот на ESPN, на сайте ESPN перед вторым раундом провели опрос журналистов. 24. Там не только журналисты, там, например, Марк Месье, чтобы вы понимали. То есть там люди хоккейные и журналисты. Ну да, они же там все время делают прогнозы. 23 из 24 опрошенных специалистов, официально сотрудничающих с ESPN, назвали проход Флориды. Я 4-2. Да это все. Ну, 4-2. Слушай, Володь, я на самом деле ни от кого не встречал. То есть вот только не надо, уважаемые. А я вот так и думал. Вы на диване, конечно, можете так думать. Да, кто, в принципе, каким-то образом освещает, из медиа назовем, да. Ну, все думают. И, на самом деле, этот первый матч ничего не значит. Я посмотрел и то, что сказали игроки, и Пол Морис на пресс-конференции. Спокойствие они сказали. Да, ошибки мы тут. Мы вообще оказались, ну, в принципе, не готовы к этой игре. Ну, вот это, мне кажется, ключевое, да, то, что Морис прямо так и сказал. Мой прогноз абсолютно не отменяет вот эта первая игра впечатления. Ну, еще в серии, в любом случае, 1-0 же. Он же не будет там, побеждаем 5-1. Виннипек, Колорадо. Первый матч. Как закончился? А потом 4 подряд. Ну, даже не 7-6. Я к тому же Виннипек выиграл. Ну, да, да, да. Вот, поэтому... Не-не, ну, здесь, слушай, истории таких полно. Просто, вероятно, затянется эта серия, потому что у Бостона есть. Хотя, все равно, я считаю, что у Флорида, если вернется к своей игре хотя бы там 70-80%, они этот Бостон должны проходить. Но время покажет... Да, абсолютно. У Бостона вот то, о чем мы с тобой говорили. У меня вот есть одно сомнение. В Бостоне это центральный нападающий. Ну, ты всегда про это говоришь. Ну, потому что, как бы, роль центрального нападающего, она достаточно... Ну, вот в современном хоккее она играет такую серьезную роль. Да, понятное дело, там есть универсалы, там центральные могут играть. Там справа, слева, ну, условно сейчас говорю. Ну, вот здесь интересно будет посмотреть, как Монтгомери с Бостоном, да, построят эту игру. Потому что у Бостона, на минуточку... Ну, у Бостона, у Флориды, да, на минуточку играет человек, который претендует, причем и на селки-трофе. И действительно, на мой взгляд, сейчас он один из таких, я бы сказал, топовых, центральных. Это Александр Барков. И это очень важный момент. Вот, кстати, перехват, вот ты про шайбу говорил, который забросил в Ткачук. Ее перехватил как раз Барков. Ну, конечно. И он отдавал передачу на Мэтью Ткачука. То есть здесь вопрос в том, что насколько хватит вот этого ресурса. Валерий, знаешь, я тебе скажу... Не физических сил даже. Все, это ты уже там 20-й раз говоришь, что тебя смущает центральная линия. А знаешь, они работают и работают. И Заха... Работают. К Захе у меня вообще, на самом деле, вопросов даже особо нет. То есть, ну, вот Заха, он и Заха. Он вот, у него вот соотношение цена-качество, на самом деле... Не, ну, у него, да, у него как... Чарли Койл, ну, да, наверное, в плане там созидающих акцента второго звена, несколько авансов, но тоже каких-то там провалов нет. В плане созидания, то есть, ну, не МакДэвид, ну, не МакКин, все это понятно. Не, ну, слушай, ты сейчас назвал людей такой штучный вообще товар. Абсолютно. Но я вам скажу так. Вот Бостон – это выстроенная машина. И обратите внимание на количество хитов сегодня в игре против команды, которая, пожалуй, самый силовой хоккей, именно вот именно агрессивно-силовой. Не силовой, как в Вегас, а агрессивно-силовой. То есть катание плюс постоянное давление с физическим воздействием. Флорида, сегодня Бостон в этом компоненте, который является фирменным знаком команды вот этой Флориды, Пола Мориса, переиграли. Налейте им фирменного нашего пива. Да, именно так, Владимир. Ну, а, кстати, у Бостона еще я заметил, ну, сегодня, опять же, это тоже проследовалось, 26 заблокированных бросков игроками Бостона. Конечно, конечно. То есть это в два раза даже больше, чем у той же Флориды в сегодняшней игре. И опять же, возвращаясь к Андрею Менгу, я почему-то про Андрюху говорю. Я вам честно скажу, я практически, ну, большинство игр смотрю на канале НХЛОнлайн.ру, ВК. Но трансляции с Андреем я слушаю. Я очень люблю слушать Андрея Менга. И вот все, кто комментирует ВКонтакте, ну, неплохо, вот лично мое мнение, Саша Кумарин. Но прям я фанат Андрея Менга. Так получилось, у нас так судьба свела где-то в какой-то момент. Я ему чуть-чуть там, что называется, подмогнул, почувствовал, что вот прям талантливый. Поэтому, Андрюха, тебе большой привет и респект. Но эта серия, вот знаешь, есть некая склонность у любителей национальной хоккейной лиги, да? Вот по одной игре какие-то прям дико глобальные. Ну, дальше вот это пошло. Да подождите. Ну, одна игра, она, конечно, говорит о том, что легкой прогулки по всеменности у Флориды не будет. Но они вроде должны проходить. То есть должны не значит, что пройдут. Но будет для меня странным очень, если Флорида повторить то, что Бостон сделал в прошлом году с этой же Флоридой. На самом деле, знаешь, вот чувство реманшистского настроения. Ну, есть, конечно. Не мести. Месть плохая. Не-не-не, я с тобой согласен. Оно тоже подпитывает. А ты вот сказал, что ну, как бы автоматом, про все это говорят, там, центральная линия. Мне даже вот с Флоридой это сравнить. Ну, наверное, все-таки несопоставимая центральная ось. Но сейчас Джеремис Уэйман, пожалуй, самый горячий вратарь. Тут вопросов нет. Да, тут можно вспомнить. Шестеркин, да и Бобровский сегодня. Но сама игра, она была немножко странная. Флорида начала, ну, вот прям как от нее ждалось. Там, по-моему, 5-1 или 6-1. Ну, да-да-да. Полетели, да. Первый период на ноль. Потому что Бостон потом вернулся. И получается, что вот действительно, каждый период, вторую половину, Бостон забирал инициативу и начинал прям реально так прям угрожать. И Бобровский, у него было 18 из 18 до момента, когда Мэтьюс забил гол. А вот он пропустил и прям, ну, в общем, давайте скажем честно, это была не идеальная игра, вторая половина Сергея Бобровского. И уже не раз подмечали, например, Виталий Магранов подмечал, что у Сергея есть черта, учитывая, что вот он именно когда именно на льду, он очень эмоциональный. То есть если у него вот одна залетела, вторая какая-то, ну, вот что называется, которая его вывела из разновесия, он иногда бывает, что немножечко подрассыпается. Ну, вполне себе. Посмотрим. Действительно, давайте подождем. Вот ты сейчас сказал, ну, он Даллас начал с 0-2. Ну, не просто же, выиграл еще и серию все выиграл. А начинала команда с 0-2 и давай как раз. 0-2 дома. Да-да-да, две домашние встречи, две проиграли. Хотя опять, знаешь как, ну, вот у меня не было, не покидало чувства, я в той серии поставил 4-3 на Даллас, ты, по-моему, тоже на Даллас поставил, да? Да, 4-3 на Даллас, я 4-2 на Даллас поставил. На самом деле, вот эти 4-2, 4-3, это не так уж прямо, знаешь. И у меня не покидало чувство, что Даллас-то не выключился. То есть Даллас, и они переигрывали Вегас. Вот в этих-то мы двух матчах, они реально переигрывали. Но где-то вот там Логан Томпсон выручал, где-то вот сами защитники, где-то Оттенджер не сразу так, знаешь. Ну, были моменты, когда, ну, зевнул, да, пропустил легкую шайбу. Но Даллас-то потом вернулся, что называется. Не просто вернулся, три победы подряд вышли в этой серии вперед. Ну, вот все дошло до седьмого матча. Я скажу, чем-то эта серия шла, Володь, мне очень сильно бросалось в глаза, что Даллас все больше и больше переигрывает именно по скоростям этот Вегас. Да, во-первых, они переигрывали их по скоростям, а во-вторых, они еще переигрывали их просто, знаешь, именно тактически. То есть вот Даллас, ну, точнее, игроки Далласа, они все время, знаешь, такое ощущение, что они знали, где там в тот или другой момент окажется игрок команды Вегас-Голденайтс. И вот третий период последнего седьмого матча, он это прям вот буквально показал. Когда они вышли вперед на 44-й секунде, забросили вот эту вторую шайбу, Факса забросил, и настолько это было показательно, они где-то просели только лишь вот в третьем периоде, в самой концовке. Я акцентирую внимание, Факса, четвертое звено, то есть про глубину состава. Мы про Вегас, вообще всегда говорим про глубину состава. Удалось из всех команд нынешнего плей-офф, если про глубину состава, здесь отметим и Питера Дебура. И не потому, что он выиграл восьмой матч и никогда не проигрывали седьмой, а то, что и по ходу серии он изменял сочетание и троек, и как бы вот тот же Факса, который был травмирован, он вернулся и принес. Вот понимаете, это же история, которая тоже десятилетиями, что в плей-офф очень часто некими героями, ну вот победная шайба, игрок четвертого звена, Радак Факса. Кстати, Радак Факса очень положительно отзывался, то есть и по человеческим качествам. Валера Нечушкин, когда играл в Далласе, говорит, Факса прям, ну вот обалденно, говорит, парень, мужик. И, говорит, мне приятно с ним было общаться. Ну, до Далласа мы еще дойдем, все, на мой взгляд, заслужено, и я знаю точно, Володь, и ты, и очень многие люди, которые прям, ну прям откровенно даже рады поражению Вегаса, потому что вот эти чертовы читеры, ну вот все, что это происходило со Стоуном, я не скажу, что я испытываю какие-то подобные чувства, но некая, ну скажем, такая справедливость определенная, она вот, она где-то существует. Я только, ты знаешь, для себя понял одну вещь. Вегас не выбирал соперника. Вот они выходили на Далласа, они просто не могли. Вот реально... А Бостон? Ну там же тоже Бостон проиграл Вашингтону. Как-то странно проиграл Оттаве в последней игре. Ну, слушай, может быть. Возможно, они Стампы не очень хотели. Может быть, но вот то, что Вегас точно не выбирал, и это вот прям по серии с Далласом было видно, там Даллас, вот твой прогноз 4-2, мне кажется, он даже был ближе к истине, что Даллас должен был выигрывать 4-2. Ну вот не покатил там, первый матч проиграли, да, во втором матче, но вот... Ну и возвращение в игру. Да, то превосходство, которое у них было, и они все-таки сумели, знаешь, как воплотить, вот то, что они, да, превосходили Вегас, не всегда, понятное дело, Вегас очень сильная команда, и подбор игроков действительно очень серьезный. Но то, что в какой-то момент Даллас их начинал просто переигрывать, вот эти 4-2, они как бы ближе, знаешь, вот к истине. А Вегас не выбирал. Вот они реально не выбирают. И обратите внимание, сколько очков набрали, и вообще, вот если вы смотрели, насколько удалось Питеру Дебору закрыть звено Айкела в первую очередь. Да-да-да-да-да-да-да. Поэтому, ну и... Неким, ну не открытием, мы знали, что это хороший защитник, но Хенефин, конечно, произвел из всех защитников, которые там топы-топы, Хенефин произвел просто великолепное впечатление. Ну не зря его Вегас, к сожалению, приспасал. Манта вообще нафиг не оказался ненужным. Ну, слушай, вот это то, о чем мы говорили, знаешь, такая некая глубина состава в том числе. Ну да, обрати внимание, первое звено, ведь когда почувствовал и главный тренер Кессиди, что не получается, он убрал Барбашова из первого звена, поставил туда Гертла к Марчесу и Айкелу. Ну, в общем, битва была достойнейшая. Ну, вот мне кажется, этот проход Далласа, это не то, что это вот такая некая справедливость, что ли, если хотите, они прямо этого заслужили. Проиграть два домашних матча, я вам напомню, на всякий случай еще раз, за время наблюдения, команда в пловов, выигрывающая первую игру, в итоге проходит раунд 68%. Уже очень высокие цифры, согласитесь, Володя. То есть получается где-то 3 четвертых, почти 3 из 4 команд, ну, чуть меньше. Ну, то есть получается у соперника, там, грубо говоря, 30% на проход во второй раунд. Ну, да. Это маловато, я бы так сказал. Ну, да, но действительно. Тем не менее, как бы конкретные, там, смотришь пловов, и что-то вроде и нету такого прям процента относительно, именно выигранного первого матча. Ну, и поехали дальше. Давай возвращаемся на Восток, и потом две западные команды у нас, две западные пары. Нью-Йорк Рейнджерс, Каролина, да, та серия, которая стартовала в тот момент, когда еще не закончился первый раунд. Ну, там вот правильно Сергей отметил, это и рейтинги, и плюс еще Нью-Йорк Никс продолжает играть в НБА сейчас в плей-офф. Соответственно, здесь надо как-то график, ну, вот этот ужимать, чтобы, в общем, никаких пересечений не получалось. Ну, тоже Денвер, Бронкос тоже играет. То есть это тоже одна аренда. Ну, да, я говорю, да, просто что вот этих пересечений не было, в том числе. При этом вот, да, Нью-Йорк Никс, которые играют сейчас там в плей-офф, в общем, тоже. Кстати, очень неплохо играют. Да, между прочим. Так что, если кто-то вдруг хочет посмотреть НБА, посмотрите. Там сейчас тоже очень-очень интересно, я бы сказал. И даже Леброн Джеймс решил, что последний раз он сменит свою команду, да, покидает он, по всей видимости, Лейкерс, и уходит куда-нибудь, куда-нибудь, и уходит куда-то в другую команду. А он куда-то уходит, да? Ну, вроде как собрался, да, вроде как хочет еще поиграть, может быть, год-два, ну, в общем, собрался покинуть Лейкерс. Не знаю, что уж там будет. Давай, Нью-Йорк Рейнджерс, Каролина Харри Кейнс, первый матч. И ты знаешь, вот он чем-то получился похожим на серию, ой, серию, на матч вот Бостона и Флориды. В том плане, что вроде как одни сразу побежали, да, вперед, а Каролина, ну, я имею в виду Рейнджерс, как-то они вот побежали чуть быстрее, да, и вот там две ошибки у Каролины, Мико Зибаниджат, там вот эти удаления, кстати, удалений было многовато. И в какой-то момент Каролина вот начала просыпаться, и проснулись они конкретно вот уже к середине, ну, ближе даже к концу второго периода. И вот концовка третьего периода, если кто-то видел, когда получает Каролина численное преимущество, и там Андрей Свечников, ну, это, знаешь, как я бы сказал, несчастный случай. Понятное дело, он шел, они выигрывали в Брасване, понятное дело, желание Свечникова было завладеть шайбой настолько высоко. Ни хрена не понятно. Я буду спорить с тобой. Ни хрена не понятно. Они играют в большинстве. Вы проигрываете в одну шайбу. Вот это несчастный случай, все понятно. Ни хрена не понятно. Андрей, у тебя это уже систематически. И на это уже прям несколько лет обращают внимание. Нельзя такие вещи допускать. Поэтому я считаю это прям грубая ошибка Андрея Свечникова. Никакой ни хрена это не несчастный случай. И вообще, как бы этот матч для меня доказал, что вот многие на самом деле небольшое преимущество, опять же, обращаюсь я вот к опросу североамериканскому на СПН. Там, получается, 14 на 10. Я говорю, 24 журналиста и хоккейных специалистов дали прогноз. 14 дали на проход Рейнджер, 10 на проход Каролины. Достаточно равная игра. И в этой первой игре ключевую роль, как, в принципе, во многом из серий с Вашингтоном, там другая история, Вашингтон был достаточно слаб, это реализация большинства. Реализация большинства. Значит, я считаю, что действительно по, скажем, опять назовем это глубиной состава, вот этой универсальности, Каролина имеет даже небольшое преимущество над Рейнджерс. Но вариативность и то, что показал Рейнджерс и в первой игре, все-таки вот у Каролины мы это тоже знаем. Знаете, я не буду говорить, что это прямолинейный хоккей. Я назову его так дипломатично вертикальный. Но количество пустых бросков, набросок. Это Бриндамор всегда говорит. Надо туда загружать. Вот это вдавление. Обратите внимание, я думаю, это классический момент. Классический момент. Вот это большинство, когда счет стал 2-1. Значит, Дима Орлов побежал в давление на Панарина. Все, вдавление, вдавление, вдавление. Прям дернулся. Артемий с бэккэнда. Вот я дальше рассказываю. Найдите, если не видели. Делает передачу. На кого там? Подожди. Сейчас я посмотрю. Напомню. Ну, в общем, я к тому, что 3 передачи с неудобной. С бэккэнда. Два последних пасса, не глядя за спину. И выводят просто на чистый лед. Вот это и есть тот розыгрыш, который, что называется, творчество. Ну, Зибанижат замыкает. Крайдер, тротчик. Там Панарин не набрал даже очков. Понимаешь? Вот, а начинал как бы... Не хватило, да. Начинал он эту атаку. Да, начинал эту атаку. Три передачи с неудобной. Две последние еще и не глядя. Это фантастика. А у Каролины этого не было. Но вот и в третьем периоде, в отрезками, я скажу, и цифры вот эти все, которые используются сейчас в формате 5 на 5, Каролина была поинтереснее. Поэтому ключевым стала реализация большинства. Опять же, два реализованных большинства и три один. Вот. Да, действительно. Ну, и вот это вот удаление нелепое, полученное Андреем. Я тебе так скажу. Знаешь, это отголоски именно того, что не всегда правильно умеют играть в силовую борьбу не только российские. Это не конкретно к россиянам. Есть игроки, которые не особо умеют играть в силовую. И вот здесь, когда Андрей пошел в отбор, он... Ну, получилось, он сунул клюшку. Да, это подножка была. Не сунь он клюшку, а поставь корпус, не было бы этого удаления. Он бы за счет того, что он подставил корпус, да, он бы мог оттеснить, ну, попробовать, по крайней мере, оттеснить игрока от шайбы. А у него вперед пошла клюшка. Да, то есть он сработал клюшкой. Ну, и, соответственно, цепанул и подножка. Ну, и все, и удаление. Да, и начало третьего периода. Вообще, третий период-то был за Каролиной. Слушайте, вначале, опять же, там такая подкидочка Димы Орлова, да, Мартинюк на Нечеса и 2-3. И они это давление продолжили. А кто ошибся в средней зоне, после чего Панарин убежал? И там и Андерсон этот матч провел не лучшим образом. Ну, там и бросков-то, кстати, не много. Борода многогрешная. Бёрдс, он ошибся в средней зоне. Прям потеря такая, ну, прям глупенькая. А ты знаешь, посмотри по всему матчу, я вот, знаешь, так за ним понаблюдал. Интересно просто было. Частенько именно Брэнд Бёрдс не успевал. То есть именно... Неудивительно. Вот, ну, я просто обратил на это внимание. Были моменты, когда, знаешь, ему прям реально не хватало скорости. Конечно. Убегают там, да, там и Лафренье, и Панарин, вот они все, да. И ты видишь, что не хватает скорости. Он не всегда успевает, собственно, позицию даже занять. То есть понятно, что для защитника это немножко другая история. Но когда ты не успеваешь свою позицию занять, это уже проблема. И вот этим мы как раз и... Ну, не только прям вот Брэнд Бёрдс и всё. Но Рейнджер с этим, в общем, достаточно умело воспользовались. Ну, кстати, вот сейчас я... Это моя точка зрения про Андрея Свечникова. Это так нельзя. Но и Де Анжела, вот этот эпизод удаления. Там ещё, главное, спорили. Кто-то, я так смотрел, какие-то вопросы есть. А как бы известно тоже это с итальянскими корнями. Если вы собираетесь проходить Рейнджерс, этот мощнейший Рейнджерс, Каролина, эти дешёвые удаления вас будут наказывать, потому что Крайдеры, тротчики Панарина и Зибониджады... Это да. Это и Фоксы. Кстати, интересно ведь, мы сейчас говорим... Такого большинства нет, Каролина. Нету. Про экспертов мы говорили. Как раз Пикей Субан, который является на одном из телеканалов экспертом, он прям настолько категоричен был. Он даже подошёл там к экрану и объяснял, почему он не считает, что Де Анжела... А там, посмотрите, там получилось, что... Почему не было удаления? Наоборот, почему было удаление. Типа, он считает, что это плей-офф. И там, знаешь, как типа... Ну, надо судьям чего-то пропускать. Мне вот такое ощущение показало, что Свечников тоже подумал, что пропустят. Ну, знаешь как... Ну, концовка, понятно. Не дадут, да. А Пикей Субан он прям рассказал, типа, что... Если бы не пропустили, это была бы прям ошибка. Ну, то есть это, понимаешь, там... И им бы тоже прилетело потом, конечно. Ну, естественно. А если бы Каролина сравняла счёт, там, овертайме выиграла. То есть ошибка, повлиявшая на итог игры. Но, с другой стороны, я с тобой согласен, вот это как раз Де Анжела и вот эти вот удаления, причём это удаление вообще в центре площадки, там, на красной линии. Да, я понимаю, идёт борьба за шайбу, но удаление в центре площадки, причём тот момент, когда этого не требовала даже ситуация. Я понимаю, если бы он там, игрок убегал, там, один в ноль, там, я не знаю, два в одного, там, я ещё, понятно, у тебя вариантов нет, как-то надо что-то с ним сделать. А тут у тебя идёт игра в центре, ты нарушаешь правила. Мне кажется, просто это немножечко так у Тони Де Анжела нервишки не выдержали. Просто я всё равно вижу, минимум шесть матчей будет в этой серии. Я думаю, даже семь. Ну, я прогноз дал четыре. Я поставил четыре-два на Рейнджер. Рейнджер, ну, я четыре-три на Каролину поставил. И тут новости, которые, наверное, как-то будет. Пител уже во всём тренируется. Ну, как бы, этот Чех вообще, это не то, что там игрок, там, ротации третьего-четвёртого звена. Это важный игрок. Его возвращение просто по ходу плов, когда уже там второй раунд, возвращение игрока, который долго был травмирован, всегда это, ну, такое нескорискованное решение. Ну, и уже во всём катается Бренд Пешик. У Каролины. Для Каролины вот именно. Да, Анжела, ты почему вспомнил? Я хотел как раз дополнить, да. Да, именно вот Брэта Пеша им не хватает. Ну, какой Де Анжела? Ну, наверное, Володь. Мне этот игрок, мне этот защитник, скажу, вообще не нравится. Я бы кого-то отметил на самом деле. Мы просто знаем всё и про Бёрнса, и про Слэвина. То есть это первая пара. Но лучший защитник и в первом раунде, и вот по первой игре Брэдди Шей. Брэдди Шей, который играл, кстати, за Нью-Йорк Рейнджерс. Ну, прям, знаете, на новую ступеньку. Очень здорово выглядит. Но здесь будет, ох, Рубилова. Ох, там ещё впереди. Да, всё самое интересное, конечно. Всё только начинается. Знаешь, мне вообще даже... Ну, это все уже сказали. Я говорил, что Лавиолет против Брендамора. Всё это как бы интересно. А я вот просто другой параллель. Лавиолет Каролину довёл до Кубка Стэнли, а Пол Морис, который по количеству проведённых матчей в качестве главного тренера, ну, это вот тот 2002-го года, там Детройт был прям просто... Детройт, который победить было почти невозможно. Согласен, да. Да. И вот Пол Морис сейчас является самым непобеждающим тренером по количеству матчей. Ну, это уже история Флорида. Каролина пока не играют. Могут сыграть друг другу. А может быть, будет финал Востока Рейнджерс-Бостон. Хрен его знает. О, Рейнджерс-Бостон. Это я вот честно жду такое. Ты опять свои шестёрки эти. А почему? Потому что они рейтинга прибавляют. Володь, вот ты знаешь... Ничего против Рейнджерса не имею, и вообще будет офигенно. Ну, я не буду скрывать. Но только не Бостон. Да и пускай меня ненавидите бы. Да идите вы в Берлогу. Слушай, я тебе скажу так. Не перевариваю эту команду. Меня сегодня расстроили болельщики Флориды. Я имею в виду не... Которые там российские, а болельщики, которые были на трибунах забрасываются пятая шайба в пустые ворота, остаётся там, ну, три с чем-то минуты. Пошли на выход. И не просто пошли, а знаешь, такое ощущение, что показывают стадион, и это неприятно на самом деле, для команды в том числе. А он уже пустой. Вот они уже все ушли, на парковку побежали за местами. Притом по количеству, просто, ну, банальное. Да. Посещение первого раунда, первое место. Арена во Флориде, первое место. Да. Она просто очень вместительна. Володь, вот ты хорошо эту тему. По первому раунду я на самом деле до сих пор не знаю точного ответа. Мне несколько раз объясняли вот эту посещаемость. 103 процента, 105 процентов. Это прям шутка, которую Виталий Магранов любит про стюардов. Их тоже посчитали. Но из всех команд первого раунда, то есть посещаемость, 100 процентов, 103, 102, и только одна арена, ну, по крайней мере, официальные цифры, 98 процентов. Это Фэндмонтон. Володь. Вот у них почему-то с этой новой ареной, да, во-первых, я тебе так скажу. Вы в Канаде, в Эдмонтоне, на Макдэвида не ходите? Я тебе так скажу. Во-первых, болельщики пожаловались очень дорогие билеты. И на улице собираются больше. Пусть они это расскажут болельщикам в Нью-Йорке. Не, ну, слушай. Там вообще кошмар был. Ну, слушай, ну, Эдмонтон и Нью-Йорк, согласись, согласились. Да, да, да. Разные вещи. Стенник бомбанули, да? Да, и, во-первых, сейчас, слушай, билеты на нижний ряд, вот сейчас, да, в Эдмонтоне стоят уже 1250 долларов. При том, что в Канаде реально экономическая ситуация прям пошла вниз очень сильно. И многие стали задумываться, слушай, ну, проще посмотреть там на улице вот с этой толпой или в баре где-то, чем заплатить 1200 долларов, на 1250 долларов за билет. Проще, на самом деле, я, по мне, дома, в тепле, хорошо. Не, ну, кто там любит там булочка, конфетка. Кто там любит там собраться толпой, там, в баре где-то сидеть, посмотреть. Это как бы нормальная ситуация, я не против. Но в Эдмонтоне вот с этой новой ареной, она почему-то, у нее всегда стоит 98 процентов. Я не знаю, почему. Для меня это, честно говоря, тоже загадка. Эти 2 процента куда-то как-то они не добираются до стадиона, а там же у них это же все в моле построено, я имею в виду, ну, вот в торговом центре. Да, 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 конечно. Может, они где-то там блуждают по торговому центру еще. Ходят, не знаю. Нет, ну, просто там система определения, там все сейчас электронное. Слушай. Нету, как раньше, билетик дал, порвал, и нет. Все электронно фиксируется, но просто официальные цифры, я еще расскажу. Но я так понял. 98 процентов только у Эдмонтона. Я так понял, там еще вот эти 103 процента, это связано с дополнительными местами именно в ложах. Не на арене, самой там стулья, как в театре поставили. Да, да, да. Я со своим. А именно увеличивается количество мест вот в этих ложах. Ну, может быть. Вот, ну, одна из причин увеличения это вот ложа. То есть там количество мест увеличивается. Давай я коротко скажу одно из объяснений, которые мне говорили. Давай. Значит, если есть абонемент, ну, купленный абонемент, абонементы есть, кстати, разных видов, но в основном все-таки это и регулярка, и плей-офф. Ну, есть клубы, команды, арены, которые продают абонемент только на регулярный сезон. Понимаешь, что, как бы, ну, плей-офф может быть и не быть, и, соответственно, там дополнительно. Но, если владелец абонементу, он автоматом учитывается, но он может этот свой абонемент передать. Ну, зараза. И поэтому идет увеличение, как бы, ну, хотя я все равно не пойму, как, но человек с абонементом на имя другого человека приходит, почему его за двух считают. Что за бредно. Больше я все равно ни хрена не знаю точного объяснения, чтобы пришло полтора человек с землекопа. Да, 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 да. И вот, когда их по полтора набираются, они увеличиваются. Ближайшую ночь, второй матч Мэдисон-Сквейр-Гарден. Ну, а шестеркин, Игорь, ну, нормально провел свою игру. Нормально, но, ты знаешь, к нему вопросов не было, тоже вопросы были к обороне, потому что Каролина-то и не так часто бросала, да, вот первый, второй период, вспомни, пока не там... Я скажу так, она бросала часто, но, что называется, бросков, повышенной опасности было действительно не так много. Но это, это философия Бриндамора. Я вот, знаете, как-то в конце регулярки, помните, говорил с приходом, он стал Орлову чуть по-другому пробовать использовать, с приходом Генцела и Кузнецова. Вот, плей-офф, я смотрю, ничего не поменялось. Все то же самое. Все прям классиво. Поэтому... Виталий объяснил, Магранов, да, по насильнию набросили, биться, бороться, набросили, набросили, набросили. Так и есть. Да, и прям вот эти броски пустые, дешевые, у Харри Кейнс их, ну, прям с перебор. Но верит человек в свою систему, ну, там, подставление, рикошет, еще что-нибудь, ну, мне кажется, только такое можно верить. Все понятно. Но там по броскам-то плюс-минус одинаково. Не, я тебе просто говорю. Да, и бросков, кстати, немного было. Ну, вот, получается, меньше 50 бросков на две команды. Да, вот это же удивительно. Там, по-моему, у одних 25, у других 23 или 24. 23-25, да. Вот, то есть даже не добрались до полтинника на двоих. Ну, еще раз, 5-5, видно, я говорю, прям Каролина, владеет шайбой, контролирует игру, и да, по линии обороны, Володь, если на долгую рассматривать, перестаньте удаляться, это прям ключевое, что я надеюсь, Бриндамор им объяснит. то есть нельзя объяснить, не удаляйтесь. По ходу игры, ну, ты, конечно же, ты ведешь борьбу, и всегда... Понятно, естественно. Перестаньте дешевое удаление нарисовывать, да, потому что с этой спецбригадой Рейнджерс, ну, это смерти подобно. Ну, это как Эдмонтон в Лос-Анджелес. Слушайте, грабли, и постоянно на них... Еще и в обратку, и сами ноли реализации Бриндамор у Лос-Анджелеса. Постоянно на эти грабли там наступали, то есть, да, давайте будем с Эдмонтоном удаляться, да, давайте. Плохая идея, в общем-то, была. Ну, что, Даллас-Колорадо или Ванкувер-Эдмонтон? Давай начнем с Ванкувер-Эдмонтона. Давай. Может быть, многие удивятся, да, многие там знают, что я переживающий, болеющий за команды Эдмонтон-Эдмонтон-Эдмонтон, но, честно, вот поставил на Ванкувер 4-3. Не то, что я против там ставлю. То есть, 4-3, это же 7 матчей, да? И тебя, и меня обвинили, в принципе, дали мы повод, что против своих ставят, чтобы не сглазить. Ну, то есть, вот. Но я так понимаю, ты не по этой причине. Нет, абсолютно не по этой. Объясняйся перед ними. Я постараюсь объясниться. Во-первых, да, с одной стороны, конечно же, нападение Ойлерс, это не нападение Нэшвилла, 100%. Банально, да? Звучит. Нормально. Но, с другой стороны, посмотрите, насколько система, вот эта система Токета вязала просто по рукам, по ногам. Именно вот схема оборонительного вот этого хоккея. При этом, посмотрите, ведь Ванкувер, который не... Сколько там у них получилось? Они нанесли-то бросков за 5 матчей. Я знаю точно, 71 бросков после 4-х. Матча Татти-рекорд за всю историю НХЛ. Там, да, получилось не больше 100 бросков вообще за серию, но при этом процент реализации именно этих бросков, он просто лучший. Если брать первый раунд, он лучший. Совершенно так. Кенекс, процент реализации бросков, лучший из всех 16 команд, которые участвовали в первом раунде. И здесь вот в такую оборону будет очень тяжело скрывать. Там сейчас можно говорить 1-3-1, там, я не знаю, 1-4, там, любую схему. Но то, как вот сейчас выстроена эта схема, и посмотрите, насколько эта схема сработала у Рика Токета именно против того же Райана О'Райли, против того же Филиппа Форсберга. Ну, то есть я называю именно конкретно лидеров. Понятное дело, что Райана О'Райли это не Макдэвид, естественно. Райана О'Райли серию провалил. Провалил. Ты вот сказал про Бернса, ты понимаешь, на самом деле вот эти опытнейшие игроки, очень многие, и Александр Михайлович Овечкин, и Бернс, и О'Райли, насколько видно, учитывая, какие тенденции скорости все больше и больше, видно, что им этих скоростей уже не хватает? Ну, во-первых, все-таки вот эти названные и возраст, слушай, а скорость, она с каждым годом все растет и растет. Я тебе, кстати, знаю, что тоже немолодой Джордан Стал, а как бы не летает как птицу, но прям скорости особо не теряет. Но он еще очень грамотно всегда по позиции, но я обратил внимание, Джордан Стал не проигрывает по скорости. Вот, я тебе как раз хотел, знаешь, в этой степени про Сергея Федорова. Нечес, Стал и Мартинук, вот это третье звено Каролины, очень прилично отыграл первую игру. Здесь вот есть людям дано, да, и в том числе Джордан Стал, он может читать, да, то есть вот он видит там и развитие атаки в номинации форварда оборонительного плана. И вот это умение выбрать позицию, да, то есть там оказаться в тот нужный момент там, где этого требует ситуация, но это реально, это вот прям... То есть у него очень хватает бензина, чтобы включить ножки, ножки включить. Это абсолютно здорово. Ты то, что говоришь сейчас с тобой, совершенно согласен, но он один из лучших оборонительных центров по крайней мере пока что точно не проигрывает. Вот сто процентов. Чтобы обсуждать со стороны Ванкувера, надо, я вот прям подготовил, я вот скинул всем, кто следит за НХЛ, риктокит о том, что в этой серии наверняка Эдмонтон будет перебрасывать. И что в матче против Нэшелла в первом раунде бросалось в глаза, что вот как бы ну совсем немного. Давайте посмотрим правде в глаза, говорит риктокин. Лучшая защита это владеть шайбой. Нам нравится держать шайбу. Я тут сейчас, это тебе нравится держать шайбу. Далеко не всем прям нравится. Поэтому нам нужно двигать постоянно ногами, быстро кататься. Нам нужно побеждать и на борсах, чтобы постоянно удерживать шайбу. Шайбу бросать нельзя, когда у тебя нет опасного момента. Я вспомнил, Барри Троц говорил, меня абсолютно не интересует количество бросков, мне интересует качество. Токит и Троц прям я так читаю, где-то я это слышал. Мы никогда не преуспеем в перебрасывании этого Эдмонтона. Мы должны их остановиться. И чтобы они играли в защиту, мы должны контролировать шайбу. Ну вот как раз я... Вы поймите, это философия. Я несколько раз видел, что пытаются сравнивать Бриндамора и Токита. Не-не-не. Согласен. Не-нет. И вот это все... Я просто... Кто, как и стойки ловенные солдатики, смотрели прям много серию Нэши Ванкувер, я вас уважаю, люди, потому что это... Это извращение. Я смотрел. Спасибо. Ну мы с тобой вообще больные на всю голову, но как бы, знаете, вот есть возможность сделать передачу, есть возможность отыграться, ну то, что мы любим в хоккее, пас, пас, пас. Кстати, обращу внимание, у Виталия Магранова в его телеграм-канале правильные выводы, подписывайтесь, у Виталия там очень интересно. Такие вот, знаете, не просто банальный телеграм-канал о хоккее, у него... Виталий своеобразный человек, он такой интересный, глубокий, и у него вот это видео с 14 передачами подряд Бостона, это, если хотите, лакмусовая бумажка первой игры Флорида-Бостон. Так вот, это владение шайбой. Значит, есть возможность, улиточка, опять вернулись, отыгрались, улиточка, опять вернулись, зашли в зону, все, по бортам, контролируем шайбу. С точки зрения смотрибельности, извините, говно. Ну, тяжело это смотреть. Я, знаешь, как... Но Токи тоже ставил его в Аризоне. У него это своя философия. Да, я просыпался, когда там, думаю, а, сегодня Ванкувер Нэшелл, Нэшелл, Ванкувер, все, ну, как же, да, вот это, ну, то есть, ну, ты знаешь, с другой стороны, Нэшелл, в какой-то степени, они где-то отчасти сами виноваты, потому что, давай вспоминать, они играли в регулярке. Я понимаю, да, регулярный чемпионат и плей-офф, это абсолютно разные вещи. Я даже не... То, как они играли против Ванкувера, а то, как они вообще, в принципе, играли с появлением Эндрю Брюнета, главного тренера, и как это все выглядело. Вот этого не было в плей-оффе вообще. Ну, чуть-чуть было, Володь, было. Они все-таки старались контролировать игру. Они первым номером часто играли. Я вот считаю, что где-то немножко не хватило им как раз исполнительный, и того же Райна Орали, и вообще, знаете, при всем уважении к Сису, я уже говорил, но вот просто по исполнителям Ванкувера был лучше, но только, несмотря на такое количество исполнителей, которые все равно сказали свое слово тот же Бесар в той игре, вот та игра, где они с 1-3, она просто сломала. Я все равно уверен, что Нэшел мог и даже на мой вкус должен проходить был это Ванкувер, но ты ставишь на Ванкувер серии с Эдмонтоном. Я тебе привел. Ты хочешь сказать, что Токит, и вот этот Ванкувер, где Элиас Линхольм стал центром сдерживающего третьего звена, да, победная шайба в том овертайме, пройдет вот этот Эдмонтон? Серега, у меня есть сомнения, потому что, понимаешь, с Лос-Анджелесом вот все картины... Лос-Анджелес создал благодатную обстановку. Нет, я тебе так скажу, с Лос-Анджелесом не было полноты вот этой всей картины игры третьего, именно третьего и четвертого звена. Про первое, второе... У Эдмонтона? Да. А ты знаешь, что в формате 5 на 5 отвратительная цифра у звена Драйзайтеля? Вот. А Ньюджин Хопкинс вообще... Вот. В общем, Ньюджин Хопкинс, это Ньюджин Хопкинс. Вот, я же тебе про это и говорю. Это и стой категория твоего Эдмонтона, который набирали первые раунды, и все они по большому счету. Вот я тебе про это и говорю. И Холтер раскрыл только один сезончик в Нью-Джерси. Да, вот я тебе про это и говорю. Понимаешь? Третье, четвертое... Про первое, второе мы все знаем. Они есть. Но первое, второе, там, условно, их можно закрыть. И вот тогда где-то должны выходить там Уоррен, Фогель тот же, я не знаю, там Райан Маккаун. Ну, вот как раз Ньюджин Хопкинс, Фогель и... А, Хэллоид, да. Ну, и что? Ну, кстати, Володь, на самом деле, даже в серии с Лос-Анджелем я скажу, ну, и то та игра, которая вообще, как будто команды переиграли с Джерси, да, когда они выиграли 1-0. Я же тебе говорил, вот эти тенденции, которые мне говорят о том, что сейчас Эдмонтон может... Ну, посмотрим. ...какую-то игру. Я, честно, ну, вот прям 80 на 20 по процентам, я... Ты какой счет-то у тебя в серии? У меня 4-2. 4-2. На самом деле, я так думал, 4-1 или 4-2. Я не вижу, каким образом этот Эдмонтон умудрится вот прям просрать эту серию этому ванкуеру. Еще меня вратарская линия периодически смущает. Да, конечно, может включиться и уснувший в первом раунде, ну, Петерсон. Вот. Я про Линкольн рассказал, но это прям вот вы взяли человека. А тут ему дадут больше играть. То есть я имею в виду в плане Атойлерс, у него будет больше свободы. А что, у него не было особой свободы в серии Снэшвилла? Ну, они... Он вообще ничего не реализовал, ничего не создавал. Вот мне это интересно. Миллер, ну, это совсем не тот Миллер, который был в регулярке. Но все равно, Джей Ти Миллер, кстати, тут так подтаскивал команду. Он же и всегда был двусторонний, он умеет играть и в прежних его клубах, и Джей Ти Миллер в свое время. Может, у меня какие-то есть сомнения. Я помню, с тяжелым сердцем отпускали из Рейнджерс, и он всегда был востребован. Его всегда все хотели. Помните, еще пару лет назад на него претендовали все, и он был всегда вот слухи, Волкур может обменять Ти Джи Миллер. В итоге Ховарта обменяли, а Ти Джи Миллер сейчас важнейший игрок. По мне, он даже не Петерсон и даже не Бесер. По мне, если вот Токи с его философией, Джи Миллер, да, это его игрок, это индификатор вот этого стиля Токи. Им надо несколько Джи Ти Миллеров. А где их набрать столько, Володь? Их столько нет, да. Вопрос другой. Мы с тобой еще не обсудили, но вроде как Демка начал кататься, это тоже имеет значение. Нет, про него сейчас уже сейчас пошли слухи, что он там хоть где-то катается. Я тоже имею. колено, это колено. Скорее всего, не ждите его вообще, в принципе. Они даже сказали не к концу второго раунда, а они сказали вообще его как бы... Он там... Видел на площадях Манкуя, ну причем им тяжело, это же силов, силов, естественно, силов, силов. Закончатся эти сказки. Ну вот сейчас и проверим. А там Кэсси... Я так и верю больше, что Кэсси Де Смит может быстрее вернется. Ну вернется и вернется. Ну по Демке я вот слышал, что у него что-то прям совсем серьезные проблемы. ну с Кирином в порядке. Ну в порядке. Молодчик. Мне прям очень приятен. Не сглазить, да? Ну, в общем, Володь, 4-2-4-1. Хорошо. И прям... Я бы на самом деле, знаешь, для себя, я бы очень хотел, чтобы вот сегодняшнюю ночью вот вторая игра Каролины и Рейнджерсы посмотреть для разгонка именно игру Эдмонтона с Ванкувером. Ну опять же, мы не говорим о том... Сейчас мы подойдем к этой серии. А вот мы уже к ней. Да? С ней? Давай, давай, давай. Давай. Даллас-Колорадо. Я, кстати, забыл, что я там поставил сейчас. Надо даже глянуть. Что я... Вчера... На Колорадо, по-моему, поставил. Да, я, по-моему, ставил на Колорадо, и я тебе объясню, почему. В память девичья, Владимир Юрьевич. Я поставил на Колорадо, причем в семи матчах. 4-3, да. Не сработает Питер Дебурф в этом девятой игре в седьмом матче. Ну, я веду с этой своей серией, да? Короче, на серии будет новый формат до пяти побед и в девятой игре при счете в серии 4-4. Вы знаете, в итоге... Да-да. Если брать... Вот сравнить просто составы, да, по вратарской линии здесь явно Даллас выигрывает. Все равно. Хотя, знаешь, так, в чулан убираем первый матч Георгиева. Если брать вот 4 следующую... Серег, я бы там оттолкнулся больше от Виннипега, который, честно, ну, это мое мнение, они валяли дурака. Они не... Аж Боу у нас завершил карьеру. Уж тренерскую. Фаш на пенсию ушел сразу. Если вдруг вы не знаете... Не просто, а прям взял и ушел на пенсию. Да, не то, что ушел в оставку, на пенсию. Вот вспомните, опять... Пол Марис, вспомните, как уходил? Из Виннипега, кстати. Не надо... Я про что и говорю. Не надо отдохнуть. Я буду устал. Мы не то бы тяжелое место. Вот. Поэтому... Ну, Оттинжер, да, показал, что... Вторая половина серии в порядке. Вообще в порядке. В седьмой игре Оттинжер. И в шестой игре, даже несмотря на то, что в 0-2 проиграли, они вот... 0-0 было очень долго, во многом благодаря Оттинжеру. Вот. Поэтому во вратарской линии здесь я бы все-таки отдал небольшой... Не то что небольшой, 60... Знаешь как? 65 на 35. Именно в вратарской линии. Да, закладываться на Георгиева, это как ходить по минному пулю. Да. То есть можешь пробежать покрасиво. Абсолютно. А можешь прям сразу. И все. Вот как в первой игре. Очень хочется. Можно не сразу. Но сегодня ночью не играют. Можно не сразу. Да. А дальше... А вот дальше преимущество Колорадо явно вот вырисовывается. То есть Колорадо, на мой взгляд... Я в качестве слушателя. И они, знаешь, абсолютно это показали. Она достаточно креативная. Причем игровая модель может меняться у тебя не просто там от матча к матчу, она может меняться у тебя в матче, причем вообще по нескольку раз, да. Это очень большой плюс. То, что Беднер это... Ну вот, знаешь, я бы так сказал. Ну прям привил своей команде. То, что реально он может на скамейке... Вот если не пошло так, все, давайте. Не будем ждать там перерыва. Какой-нибудь еще. Все, вот у нас сейчас 2 минуты. Вот это пауза. Отдыхают одни лидеры, да. И мы меняем именно вот здесь. То есть мы сразу... Если что-то у нас не получается, давайте играть вот так. То есть вот у Колорадо есть сразу, знаешь, как это не Каролина, вот как мы сегодня говорили. А Колорадо это команда, которая способна за один период даже, даже там, я не знаю, поменять все кардинально, да. Выход, сочетание. Игровую модель абсолютно. Это прям вот, знаешь, это очень важное умение, когда команда может так переключиться. То есть... Это в день твоих слов, когда Трама получил в последней игре Зак Паризе, да, на его место. Да. Кто был использован? Яков Тренин. Вот это очень важно, что они могут это сделать. Они могут перестроиться сразу. То же самое. Даллас, ты знаешь, все-таки нет. Начинали они в одних сочетаниях, закончили вообще... Начинали это одно. Я тебе буду оппонировать. Давай, смотри. Получается, что я оппонирую как бы за Даллас, а ты за Колорадо. Да, начинали это одно. У, фу, на чуга ты дал. Но когда у тебя команда умеет именно так сыграть, вот, да, вот именно, это очень дорогого стоит. Понятно. И с Виннипегом это было вот прям наглядно видно. Ну, Виннипег сам... Ну, Виннипег отстойный, я с тобой это хотел сказать. Прямо своими намерениями. Отстойный, да. Я с тобой согласен. Володь. Даллас. В Вегас уже все. Ну, я говорю, а это Вегас был у Далласа. То есть там Виннипег, а это Вегас. Но то, что против лидеров и против Айкела, против Маршесо, против Гертла сыграли достаточно, ну, на уровне и закрыли их, и многим просто не дали ничего показать, я с тобой согласен. Во-первых, у них на самом деле уже тоже начал кататься, но, понятно, никакой точной информации во время плов ты ни хрена не получишь. Да никто и не даст, да. Марчмант. Это человек, который, ну, скажем, когда надо, и во втором может в звене сыграть, и в третьем звене, но у них и так, вот, на мой взгляд, ну, прям обалденно. Обратите внимание, что по ходу уже серии с Вегасом, вот когда 0-2, он вот, пожалуй, одна войс, ну, и вот многие издательства уже опубликовали некие свои рейтинги на Консмай Трофи. Тоже любимая фишка во время плов, да? Единственный индивидуальный... Джереми Свейман. Первое место. Нифига. На самом деле, Володь, я посмотрел Спортнет и ESPN. Знаешь, что там первое место занимает? Блин, вообще, так удивительно. Конор Макдэвид, да. Конор Макдэвид. В тройку с Вейман ходит, да. Да это Лос-Анджелес дал им. Ну, все равно, Володь, ты же понимаешь, как это оценивают. Когда человек столько очков, это Конор Макдэвид. Она уже вор авторитетный. Понимаешь? Пьер Люк Дюбаа, который грозился, что он в плей-офф будет играть вообще по-другому. Я его там не видел в этом плей-оффе. Он был вообще? В какой команде, Володь? Под каким номером? Не заметил. Как же это в команде трудовые серии? А Динамо бежит? Да, да, да. Вот. Пьер Люк Дюбаа там где-то. Смотри, Володь, вот я бы, если говорить про некие условные минусы, мне кажется, что определенный минус у этого Даллса все равно есть. Она улучшилась, но с обороной. При том, что Хейскин созидание очень хорош. Я просто не дошел. Я вообще бы отметил на самом деле Харви. Харли. Харли. Вот именно в первой паре он подчищает, конечно, приход и Танева. Очень. Все, что от него ждали, он отрабатывает. Блокированные броски, хиты все есть. Там, кстати, забавно будет противостояние в 2012 году подписание грандиозных контрактов команды Миннесота Уайлд, Зак Паризе и Райн Сутер на долгие годы. Это наш франчайз игроки. И вот встретились. Миннесота пожимает плоды до сих пор. Вот этих штрафов 14-миллионных. Я скажу возрождение Зака Париза, как он выглядит, по крайней мере, в плову за Колорадо, я прям аплодирую. Вот. Получивший трамву Друэн. Вот это работа Беднера в том числе. Согласен. Володь, я с тобой вообще не знаю. У тебя даже Париза бежит. Да, он, конечно, в первом звене не прижился по первому матчу и там Нищушкин как в литой. Ну, это понятно, да. Но тут Киверанто может вернуться. Пока, вот то, что я читал Деднер пост, ну, все, я про Колорадо, сами понимаете, Коваленко вряд ли мы увидим. Ну, знаете, причем мне очень понравилось какое объяснение. С Виннипегом, когда появился Николай Коваленко, для нас это игрок, на котором мы рассчитываем в будущем, мы контролировали игру. С Далласом первая игра, учитывая возможности и силу Далласа, будет очень тяжело, мы не готовы рисковать. Поэтому там, возможно, еще Киверанто не факт, что появится, там уже вызванные игроки, там будет, похоже, в третьем звене с Вагнер, который, похоже, он тоже сыграл. Ну, я, видимо, значит, так предположу, кто-то из ЧВК в Вагнер, там же Даллас, и поэтому вот Вагнера с Колтоном Осом и... Ну, ты поставил какой прогноз? 4-3 Даллас. А, 4-3. 4-3 Даллас. То есть, ты веришь, Дебур добирается до 9-го своего, 7-го матча, и в 9-ом, 7-ом матч он устанавливает новый рекорд. Новый рекорд вообще в истории. профессиональных лиг Северной Америки. Был рекорд, забыл я эту фамилию, она сложная такая, тренер Бостон Селсик, но это, по-моему, 70-х, в идее 70-х, у него вот до этой седьмой игры Далласа с Вегасом было 8 побед и одного поражения в седьмых матчах. Вот его Дебур догнал, у него тоже теперь 8-0 по седьмым матчам, и я вижу, здесь тоже седьмую игру. Я вижу, но, знаешь как, я вот, честно, я сам поставил прогноз 4-3, да, но что-то мне как-то вот в шести матчах там все, Колорадо в шести, я там, знаешь, как шести нот угадываю. Я верю, Володь, ты же понимаешь, я-то вот, если честно, вам, значит, я стараюсь, вот если отстраниться от того, что я просто, ну, для меня это прям важная часть жизни, боление за Колорадо и Вилан. Я один момент в своей жизни как подумал, да нет, ну что, я уже взрослый человек, что я там прям фанат какой-то, вот, не, не, как приходит плов, я так люблю Колорадо и Вилан, что, ну, прям, ну, для меня, если так рассматривать, это как прийти в ресторан, я вот люблю это блюдо, я люблю вкусно покушать, и вот для меня это вот так, ну, то есть, важно не то, что это в этом смысл жизни, я не совсем кукушнутый, но если рассматривать вот то, что твою жизнь украшает, боление за Колорадо, для меня это прям важно, я сегодня опять буду в сердцебиении. Я вижу небольшое преимущество это Далласа. У меня прямо ощущение, Володь, что они вот прям вот созрели для того, чтобы, возможно, даже выиграть кубок Стэнли. Тут, конечно, красивая история, но я в конце 90-х два финала конференции, когда вот прям второй, когда пришел Рейбург из Бостона за кубком Стэнли в Колорадо, дважды проиграли Далласу с Маданами Зубовыми один кубок Стэнли как раз 99-го, выиграли они. То есть предварительный финал был как раз Даллас-Колорадо, финал западной конференции, а там им попалась это Баффало, хрен пойми, как залетев в тот финал, и финал был, потом на следующий год опять проиграли, ну там же у них Джерси у Далласа выиграла в финале 2000-й год, потом в середине десятых годов века дважды Колорадо выигрывала, ну а седьмую игру двадцатого ковидного того, с этими пузырями и прочей фигней года, я сам с Олегом Масалевым комментировал на Яндексе, и это было прям, это вот знаете, до сих пор не заживший шрам на сердце. Как у Захаркина. Да, и Кеварата, хит-трик. С 2010-го, вообще откуда это взялось? Да? Чудо финское. Вот так вот, ну бывает же, блин, такое, ну вот как? Ну бывает. Я предположу, почему я вот 55 на 45 и 4, я хотел сказать, 7-6, 4-3, ты начинаешь тут меня сбивать 9, 5-4 в серии. 4-3 в 7 получается. Классно будет хоккей, пускай они сыграют матчи 13 подряд. Ну хоккей будет точно классно. Ребят, вот если вот кайфануть от хоккея, никаких сомнений, будут возможно какие-то матчи там, немного шаеб, что-то чуть больше акцента на разрушение, на какую-то оборону. Но это то, что надо смотреть вообще гарантированно. Просто однозначно. Потому что количество исполнителей для Мэтта Дюшейна это будет тоже определенный вызов. Потому что он не выиграл кубок Стэнли с Колорадо, а когда он молоды, он был, ну вот прям претендовал на роль франчайз-игрока Колорадо Виланш. Ты сейчас сказал про 99-й год. его прям нафиг. Про 99-й год сказал про Баффало. Я теперь понял, почему Баффало позвал Линди Рафа обратно. Конечно. Чтобы обратно иногда они возвращаются. У них команда все около ходит. Правда не около кубка Стэнли, а около плей-офф. Около 13 сезонов. Больше, чем кто-либо. Ну вот последние два сезона, вот знаешь, они вот прям подбираются, подбираются, и никак вот какой-то последний шаг у них вот не получается. Причем они нараваливают старт сезона, и потом начинают героически всех догонять. Нет, наоборот. У них последние годы, не в этом году, в прошлые годы они старт сезона хорошо проводят, а потом середину проваливают, потом опять начинают. А в этом году они прям старт провалили. Она такая прямая газокультовая, и за 13 лет так у нее удается найти вот ту дверь. И это называется зашел не в ту дверь. Вот Баффало, ну вот. Не знаю, в ту ли дверь зашел еще один тренер, Грин. Трэвис Грин. Трэвис Грин, который возглавит скорее всего Оттаву. Нет, ну, про все. Да. Там же знаешь, какая интересная была ситуация. Буквально на днях объявили, что Тодд Маклеллан ведет переговоры с Оттавой, Нью-Джерси, еще забыл, какая-то команда там приглашала Тодд Маклеллана, и плюс Оттава. Учитывая, что есть Голлан, то есть сейчас на рынке тренеров Маклеллан, Голлан, Беруби, ну, я вот, который уволил, условно, там, Куина, которого из Сан-Хосе уволили, не буду рассматривать, но тоже все-таки специалист. Ну, Куина, я думаю, как помощником, куда-то точно можно. Завершал вот этот кусочек последний в качестве Нью-Джерси. Ничего особенно показал, но лично у меня Трэвис Грин, вот, по крайней мере, пару, особенно один, когда он был главным тренером Ванкувера, было прям, и ставит он атакующий хоккей, то есть он точно адепт более созидательно атакующего хоккея. Попереписывался тут в одном закрытом чате, что, ну, есть сомнения. Мне, если честно, более-менее нравится это назначение. Но еще вполне возможно освободится Ротбриндамор. Нет, туда давай не заглядывать, Володь. Дела будущего. Есть конкретно те, кто прям свободны. Ну, да. А как ты думаешь, Купер останется? С Атавой. Ой, с Атампой. Да, я думаю, останется еще, да. С Атавой. Знаешь, я прочитал такое, ну, это предположение на Спортнет по поводу того, что вот летом, вот сейчас пройдет Совет Директоров Торонто, и если они примут жесткие решения, ну, прям, рушим этот замок, он из песка, строим новый, то вероятность того, а ген-менеджер годик отработал, бывший ген-менеджер Тре Ливинг, Тре Ливинг, у меня в Тревелинг все время будет. Тре Ливинг. Де Тревелинг. Вариант, озвученный издательством Спортн Де Тревелинг. Согласен. Например, обменять Марнера в Нэшу на Сароса, у которого последний год контракт. Летом, прям летом. Впрочем, да, вариант интересный. Я предположил, что все-таки Митч Марнер уйдет. Нет. А я думаю, я думаю, летом и не уйдет, Володь. Я думаю, все равно. Ну, последний год контракта 24-25. Тред-дедлайн. Хотя, наверное, вероятность того, что и уйдет, она как никогда реальна. Я бы на Торонто решал бы этот вопрос сейчас, а не оставлял бы это, да, на... Тред-дедлайн. Тред-дедлайн, да. Все. Детревель, да. Детревель. Так вот, я бы решал этот вопрос сейчас летом. И я думаю, сейчас много будет летом интересных решений, потому что у Драйзайтл последний год контракт вступает в силу, и Уэйлер сейчас должны будут думать, ну, они вроде как склоняются к тому, чтобы переподписать, но там через год заканчивается еще и у Конора Макдэвида контракт, значит, его же тоже надо переподписать. Это может такая немножко тупиковая ситуация. Вот. А Драйзайтл четко дал понять, он хочет остаться в команде именно с Макдэвидом. Он сказал, то есть я... Четко дал понять. Я говорю, там типа, ну, это там игра, это хоккей, там, так далее, но мне нравится играть в команде с Макдэвидом. То есть он намекает на то, если Макдэвид уйдет... Я вам еще раз хочу сказать, он, конечно, Макдэвид? Не-не-не, Драйзайтл. А, Драйзайтл? Но не очень хороший человек. Я бы вот обменял Драйзайтл, и получилось бы, можно обменять на парочку прям реальных классных игроков по 6-7 миллионов двоих. Представляешь, в 6-7 миллионов... Я бы тоже, Володь, рассмотрел этот вариант. Это вот такой вариант был бы прям вот идеальный просто. Я бы это рассмотрел серьезно. То есть это усиление конкретное. Согласен. Потому что там еще этот Дарнел Нерс со своим 9-миллион вот этим немысливым контракт. Спасибо. Скажите тому менеджеру, который вроде как поучаствовал в хорошем Детройте, но потом начал... Ну, Холланд же подписал Нерс, по-моему, или до него это было? Нет, этот же его подписывал. По-моему, уже до Холланда его подписали. До Холланд? А, ну ладно. Холланд. Ну, Холланд там как бы не особо сильно много дров наломал. Ну, он такой, знаешь, щедит, Холланд? Но... Сильно много делать не буду. Да, кстати. А он и не собирается, потому что, я так понял, Климу Костину, да? И Мамото не стал подписывать. Потом это уже, как его... Абдельк... Нет, не Абделькадар, еще-то... Как же его звать? Тоже на фамилию вылетел у меня из головы. Ладно, тут в Детройте он играл. Ну, я не понимаю про кого-то. Да потом вспомню, напишу тебе ночью. Ну, я ночью лучше сейчас думаю, чем днем. Так вот, Холланд, он же... Не то, что он сказал, а Холланд, скорее всего, все последний год работает. Вообще, он как и Боунас собрался не просто там куда-то в другой клуб, а он просто собрался уже на пенсию ходить. Отличка от Лула Морелла, которому 84 там, или сколько ему, он еще все там, Айлендерс пытается утопить. Ну, утопил уже почти. У него это уже получилось. Но мне кажется, это прямо сейчас для Айлендерса это проблема. Его надо тоже менять, парни. Ну, да. Ну, кстати, если возвращаться, вот то, что я поглядел претендентов из Колорадо некий претендент на конец Монтрофи, понятно, это к авансам, потому что из команды финалистов минимум, все-таки обычно в последние годы все это из победителей, то Кейл Маккар. Кейл Маккар там первая. Ну, знаешь, как-то мне лично очень хочется, что Семь Шайб, Закайман, Эдмонтон, Валерий Нечушкин, Колорадо, но Маккар. Маккар больше называется из Колорадо, такие как бы претендентов Маккар, Маккинон и Нечушкин. Посмотрим. Семь еще играть долго. Хоккей будет. В общем, друзья, второй раунд стартовал, все смотрим, все узнаем. Телеграм-канал НХЛ Онлайн Ру, заходите туда, подписывайтесь, также наш Ютуб, ВК, все это есть, все новости, все-все-все. У нас там все выкладывается. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Сергей Федотов и Владимир Дегтярев. Всем пока.